Альбек, привет! Здравствуйте. Вчера тебя видеть. Сегодня произошла первая победа на уровне ATP в основном турнире. Да. Расскажи немножко о ней. Ну, сегодняшняя игра была на очень высоком уровне от меня. До счета 6-3-5-2 у меня вообще никаких претензий нет по игре. Я, в принципе, то, что и мне помогал тренер Волчков Николаевич с тактикой. И то, что я сам видел у себя в голове, все работало прекрасно. Вот. Потом, конечно, на 5-2 на матчболах и на... Потом на 5-4 на матчболах, конечно, нервы сыграли роль. Что тут обманывать. Ну, так бывает. Я самое главное, как, кстати, стал Борис Львович, что я продолжил играть вниз кис и не обратил на все это внимание. И смог с такой, на самом деле, непростой ситуацией, когда ты не можешь реализовать сколько, 8 матчболов, вот, продолжить играть на 5-5, когда он начал реально... Плюс я начал играть немного мягче и плюс он начал еще больше тащить, потому что почувствовал, что он может переломить полностью игру. Конечно, в такой момент я очень рад, что я смог продолжить так же играть. Ну, там на матчболе слета это все-таки нервы были? На матчболе слета, когда я ошибся в сетку? И нервы 100%, но и тот факт, что он, так скажем, чуть влез мне в голову, в том плане, что он догоняет все. И я думал, конечно, сыграть попроще. Вот то, что мне опять говорили там некоторые тренера после матча, то, что можно было просто сыграть просто в ту сторону, так же попасть и обзабил. Но когда ты понимаешь, что человек догоняет почти все, ты начинаешь думать, а хватит ли этого, а не догонят ли. И я решил сыграть еще на более тоненького, так скажем. И, конечно, был уже слишком тяжелый удар для исполнения на матчболе. При таких нервах это уже очень тяжело. Лучший враг хорошего. Да, точно. В этот раз точно. Я поздравляю тебя, это отличный результат. И я надеюсь, что дальше все пойдет еще лучше. Очень тяжелый соперник. Сейчас, сори. Тоже хочет в кадр. Очень тяжелый соперник, потрясающая кисть, там такие укороченные были. Что чувствует игрок в этот момент на корте? Много бегать не он тебе, там укороченные свечки. Как ты чувствовал себя вот в этот момент на счете 5-4 по 5 на тайбрейке? Все там сжалось в одну точку? Да. Ну, как я себя чувствую? В принципе, вот правильно, что именно со счета 5-4 я начал это чувствовать. Потому что до этого я играл, на мой взгляд, настолько хорошо, что это все не работало. Когда ты играешь очень классный теннис, как бы ты там не защищался, если ты играешь мягко, как он это и делает, то есть ты делаешь все правильно, активно и смело, то очень тяжело выиграть особенно. Я не говорю, кстати, про грунт, потому что там совсем другое. Про закрытый хард это очень тяжело сделать. Тем более, по сравнению с центром, довольно-таки маленьком корте, где мало забегов, это еще быстрее. Но, конечно, 5-4 я начал реально уставать немножко. И когда он тянул все мячи, особенно у меня был матчбол, я его разыграл. У меня там еще сидел Саня Шевченко, подсказывал сверху, что он делать. Я реально видел, я это все понимал, я ему это даже ответил в какой-то момент. Но просто я это сделал, отыграл по мне так хороший удар слета. Он каким-то чудом, я не знаю, догнал в растяжке, перекинул через меня свечку. И да, вот в тот момент я уже подумал, да, чувак очень непростой. Я вот в тот момент только такой думал, окей, я понимаю, может быть, почему ты там стоял 50 столько времени, там сейчас близко к сотне. Вот, потому что до этого я, если честно, так прям, так скажем, не то чтобы удивился, но ничем он меня не удивлял. Вот в эти моменты его цепкость вот такой, да, меня немножко поразил. С каким вообще настроем и с каким планом выходил сегодня на игру? С планом, в принципе, у меня была идея, я понимаю, что он сломал руку или что-то у него случилось с правой рукой, то есть он не может играть с двух рук. Человек не может поменять за полгода полностью технику, начать играть с одной руки так же, как с двумя, и он все режет. Вот, я понимал, что надо идти на сетку при любом раскладе через ту сторону, потому что обвести отсюда, ну, нереально тяжело. Вот, и у меня была такая идея, была идея в этом и такая общая, то есть играть смело, раскованно, вот не думать, что все это там первый круг, там мой опять шанс, плюс все равно там я два раза, когда не воспользовался шансом, шансом, опять же таки, на Кремле, вот, когда я провел в первом круге, все равно, может быть, где-то бы на меня это давило, что там опять первый круг, я проигрываю на ATP, но я рад, что я об этом вообще не думал во время игры. Как удается отгонять мысли? Ну, как-то удается, я не знаю, как, если честно, это все как-то, может, со временем, плюс я там какое-то время с психологом работал, сейчас перестал, но, может быть, оттуда какие-то моменты, плюс, мне кажется, я взрослые, я становлюсь все равно, как-то я лучше справляюсь со всеми эмоциями своими. Я просто, на самом деле, концентрировался на том, чтобы каждый мяч играть сейчас здесь по максимуму, и я понимаю, что я намного лучше играю, когда я раскован, чем нет, и когда это, как бы, я помню во время игры, то, мне кажется, со мной непросто играть. Вообще какие-то мысли есть в голове во время матча, там, бей ему под право, бей под лево в данной ситуации? Ну, они были однозначно, но, конечно, на 5-4 это становится, вот, чем, как раз, и отличается, там, такие, как, совсем топы, вот, мне кажется, то, что они в тяжелый момент, они все равно соображают и четко видят ситуацию, потому что, по мне, так я немножко, конечно, остановился, вот, перестал так играть активно, вот, из-за нервов или не из-за нервов, я перестал, тяжело очень, когда ты начинаешь дышать, то есть, мне кажется, у меня уже пульс был такой, там, в районе 180, постоянно 170, и когда ты уже дышишь, и тебе становится трудно чуть физически, уже тяжелее думать о игре, и ты уже играешь просто на автоматизме, вот, что у тебя, в принципе, есть в игре, то есть, что ты там нарабатывал на тренировках, то оно и происходит, потому что все настолько быстро происходит, плюс, вот, например, он, он вообще между розыгрышами не ходит, не берет полотенца, то есть, ты сыграл розыгрыш, он сразу идет играть, и, насколько я понимаю, ты должен соответствовать его скорости, то есть, ты не можешь, там, что-то сказать, как на своей подаче ходить за полотенцем, вот, и это немножко, конечно, тяжело, ты только отыграл, у тебя пять секунд, чтобы подумать, конечно, ну, там, думать особо не о чем, поэтому, в принципе, какая-то идея вот есть, так играть надо, вот, я старался как-то через нее, плюс, где-то инстинктивно, там, все-таки, у меня больше такой, мне кажется, инстинктивный теннис, я так, вот, кстати, опять говорил Борисович, я так, более на ощущениях играю, ты где-то и хорошо, и плохо, вот, но как-то так, иногда тяжело, конечно, думать так. Ну, только что ты прилетел из Китая, из Чинду, достаточно длинный полет, как ты преодолеваешь джетлаги, как ты здесь акклиматизовался? Ну, я раньше вообще на это внимание не обращал, то есть, мне казалось, что все это вообще ни о чем, то есть, это так все, я там спорил с тренером то, что у меня там джетлага нет никогда, но сейчас я, на самом деле, начал ощущать, когда все время меняешь свои пояса, вот, я здесь, например, первые два дня я вообще, я там засыпал в три, в четыре, потому что, ну, это реально работает, это мешает очень сильно, и физически ты ощущаешь все это, плюс, я летел 14 часов, и когда ты прилетаешь, у тебя три дня, там, два дня даже в этот раз, и матч, это, конечно, так очень непросто, что хочется и день отдыха вроде взять, а хочется и почувствовать корт и все это, вот, поэтому, ну, не просто, сейчас я посмотрим, конечно, все будет зависеть от того, как сложится завтра игра, но я попал на мастер в Шанхай, и там матч в понедельник, квал, поэтому я не знаю, как бы все будет зависеть от игры, если опять туда лететь, это все вот так немножко тяжело, но как по-другому, все вранулся. Есть какие-то лайфхаки в полетах, чтобы легче приносить? Блин, ну я в последнее время начал реально пользоваться, не знаю, как точно называется, ну, маской для нас, просто отрубаешься и подушку, еще какой лайфхак, лайфхак, брать последний ряд, вот в таких перелетах всегда брать последний ряд, потому что ты можешь лечь, и вот на таких перелетах, например, которые летят с Китая в Казахстан, они полупустые всегда, потому что это какие-нибудь, типа, Астана Урумчи, наверное, даже не на этих Урумчи, это вот, ну вот об этом и речь, туда мало кто летает, вот, и, да вот так как-то отдыхать по максимуму, я, например, хожу там, пытаюсь растягиваться, потому что если, конечно, сидеть пять часов, то ты, может, это не ощущаешь, но потом тебя обязательно прибьет в каком-нибудь матче, и ты почувствуешь все это на себе. Ты попал в Шанхай сейчас на квалификацию, да? Да. А был ли шанс остаться в Пекине и играть в квалификацию пятисотника? Ну, шанс всегда есть, можно записаться на альтернативу, вот, понятно, прямым листом туда не попадешь, потому что в Пекине сейчас была, вот, мы шутили тоже как раз с ребятами, там заявка была 21 на основу, то есть закрылась основа 21, но это что-то вообще нереальное, конечно, нереальные призовые, плюс, видимо, организация крутая, вот, плюс квала последним попал вообще Котов, то есть он стоит 100, и он попал по альтернативе, поэтому, ну, можно рискнуть всегда, кто-то в раз быстро pull-out снимается, и ты попадаешь, но это когда я точно знал, что я попадаю здесь, хотя не то чтобы точно, но я понимал, что у меня шансы здесь большие попасть, то лучше, конечно, полететь сюда. И вот то, что ты из Китая сюда, потом снова в Шанхай, да? Да. Ну, блин, как, ну, все равно, как бы у меня такая же позиция, там это не как там, я там вот рассказывал ребята-игроки, что я там могу не полететь на мастерс, типа пропустить, но он стоит 50, и у него есть такая возможность, когда у меня все равно такие, я там стою, сейчас, не знаю, 280-290, мне надо, наверное, пользоваться такими шансами, даже если это тяжелый перелет и так далее, ну, не знаешь, что будет, там, вдруг соперник снимется, ты как-нибудь так пройдешь, потом надо пользоваться, вот. Сегодня на матче тебя очень активно поддерживал Саша Шевченко. Да. Вообще, вы хорошо общаете в жизни? Ну, да, нормально, так. И сегодня, ну, так, ты ему ответил довольно, ну, не грубо, но резко, скажем так. Да. Ну, я ответил не ему, они подсказывали, там сидел Тимур Муулинов, тоже он играл этот турнир в квале, и Саня, но они говорили одну и ту же вещь, как бы, которую я прекрасно понимал, но и они это прекрасно понимают, что на игре это все тяжелее сделать, когда ты сидишь там, ты это все прекрасно видишь вообще, ты всю эту картинку, делай так, делай так, и тебя никто не победит, но когда ты дышишь, у тебя там пульс, ты нервничаешь, это чуть по-другому, и он мне говорил одну и ту же вещь, и я чуть, да, так вспыльчиво ответил насчет того, что он мне сказал, я говорю, да я понимаю, брат, типа, да я все понимаю, да, ты иди сюда попробуй это сделать, что ты там не рассказываешь, но нет, я потом после игры сказал, что спасибо, реально помогает, потому что я как-то посмотрел на Саню, он мне подсказал кое-что, я это сделал, сразу выиграл, так смотрю на него, говорю, да, красава, спасибо. А вообще помогает ли в матче вот такие вот всплески эмоций, немножко разгрузиться, выговориться? Ну, кому-то, да, наверное, мне, если честно, наверное, нет. Я, в принципе, вот, мне кажется, сейчас немножко начал спокойнее реагировать и на выигрыши какие-то, я вот даже после матча не испытывал там каких-то супер, потому что я более спокойно старался себя вести, вот, все равно это немножко, конечно, энергию. В моем случае, вот, опять же, кто-то ей питается очень, мне кажется, вот как раз так ему, вот, он только ей питается этой энергией, он все время ему лишь бы поговорить что-то, с кем-то там поругаться, вот там, то есть, я не знаю, мне это, со мной это не получается. Я когда даже с тренером работал, вот, два года с Александром, он мне тоже самое рассказывал, что, как бы, это не в моем случае просто. Я выгораю очень сильно, если я начинаю на ком-то там суперконцентрироваться. Сразу после матча не пришло это ощущение, а сейчас прошло уже там два-три часа. Да. Ты осознал, что ты выиграл, что это первая победа в туре? Нет, я осознал, но мне, естественно, вообще по барабану. Ну, потому что, пока турнир не закончился, тут об этом даже думать, вот, о чем-то призовых, там, очках, куда я попадаю, сколько мне осталось там до туда, до шлемов, ну, вообще, ну, не то, что по барабану, конечно, мне приятно, то, что у меня такой, ну, как-никак прогресс, я там прошел и типиквал. Но в том плане, что сейчас мне так особо, я после там турнира, как бы я не сыграл, конечно, я порадуюсь результатом, все равно это прогресс. Но в данный момент я так вообще стараюсь об этом не думать. У меня уже завтра играют в два. То есть мне даже, ну, реально нет времени порадоваться, так прям типа что-то отпраздновать, там, поужинать. Я вот поел и сейчас спать и завтра уже приезжать сюда в одиннадцать. Но ты в Астане уже не первый раз и брал титул двадцать пятка в двадцать первом году. Вообще отличается ли организация этого мероприятия? Не, ну, тут я промолчу, тут организация. Не, ну, я, кстати, играл не здесь, в двадцать пятки. Я играл, я выиграл две двадцать пятки. Вообще, в другой просто клубе даулете, но это мой любимый корт. Я там вообще играл просто нереально теннис. Ну, конечно, отличается. Ну, с отеля можно начать, да, там, как бы, если далеко не ходить с отеля, в принципе, с организацией всего здесь на кортах. Ну, блин, фьючерсы. Я даже не могу сравнить челленджер никакой почти с организацией, которая происходит на ATP, не говоря уже о фьючерсах. Окей, это, кстати, еще в Казахстане. Еще, в принципе, неплохая организация. А если говорить про страны Азии или Африки, типа Туниса, Египта, это вообще отдельная история. Ну, вот так именно по отношению. Понятное дело, что Карл Дудитс – это хорошая гостиница, которой на фьючерсе не будет. Но вот в плане отношения, в плане отзывчивости, скажем так. Именно от организаторов? Не, ну, тоже ощущается. Может быть, это поменьше, чем все эти другие вещи, отели и так далее, транспорт. Но все равно отличается. Тут и, как бы, как, не знаю, все другое. Тут стрингеры работают. То есть, какому времени тебе надо тут, тут, тут. Там чувак может про твою ракетку забыть просто, сказать, что он ее продал где-то уже. То есть, ну, тут вообще все по-другому. Объективно, как бы, массаж, 4 массажиста такого нигде, ни на каком фьючерсе ты не встретишь. Поэтому разница точно большая. И, в принципе, вот я как раз таки обсуждал это опять с ребятами, то, что тут все для игроков делают почти бесплатно. Тут проживание, переезд, встреча с аэропорта. И мы, как раз я думал, типа, почему наоборот не делать на фьючерсах, которым ребятам, которым это реально очень надо. Но, наверное, все-таки вот надо заслужить. Дойти отсюда и вообще, получается, шиковать по полной. Это, знаешь, как с ракетками. Дети играют там алюминьками. Да. Для того, чтобы дойти до профессионального ракетки, надо показать свой уровень. Вот такая мысль пришла, да. Небольшой блиц от Элибека Качмазова. Одиночка или пара? Одиночка, пара. Нафиг, да. Пара, нет. Грунт или хард? Хард. Играть дома или на выезде? Нет, дома. Казахстан, это дома почти? Почти дома. Я вот только сегодня об этом думал. Почти дома. Хорошо поддерживали, да, сегодня? Да и поддерживали все равно, когда едешь. Это блиц? Или можно? Можно. Ну, когда я вот сегодня в такси ехал, смотрел еще надписи на русском языке, думал, блин, кайф, меня об этом в Китае. Играть со зрителями или без? Со зрителями, конечно. Форханд или бэхханд? Бэхханд. Сегодня слева ты разок прострелил. Бэхханд, да, бэхханд. По-страшному. Бэхханд. Бэхханд, да. Прием или подача? Прием. Личный турнир или командный? Личный. Хукай или судьи? Дары судьи. Тусовка или прогулка? Как отдых? Прогулка. Надаль или Федерар? Федерар. Деньги или титулы? Ну, я в таком возрасте сейчас скажу титулы. Тренировка или соревнование? Соревнование. Золото Олимпиады или победа на турнире большого шлема? Одна? Да, на одном турнире. Один шлем или одна Олимпиада? Золото или один шлем? Олимпиада. Первая строчка или Олимпиада? Нет, первая строчка. Два финала или один титул? Два финала или... Или один титул? Не, ну точно титул. На турнире жить в центре или на окраине? В центре. Кто помер в теннисе? Опять Федерар. Есть ли какие-то дополнительные пожелания к организаторам? От тебя лично? Блин, тяжело сказать. Вот на этом турнире даже вообще не заикнусь. Нечего говорить на самом деле. В двадцать первом году в Австралии, когда был карантин, очень жесткий, две недели там ребята сидели в одиночестве. Кто-то просил поставить его тренажер, кто-то просил гитару в номер. А что бы ты попросил? На карантин? Да. Плейстейшн. Если в собой не взял. Ну как-то надо отвлекаться. Ну побегаю, я что-нибудь там поделаю, но надо как-то с ума не сойти. За две недели на карантине. Плейстейшн бы попросил. Сто процентов. Спасибо, Ольбек. Удачи завтра. И удачи дальше. Спасибо.